Привет, привет! Добро пожаловать в новый влог. Решила добавить себе чуть больше цвета, а то я какая-то совсем бледная. Плюс еще в сером комбинезоне на нейтральном фоне аж какая-то грусть-печаль. Вроде как стало лучше. Девочки, у меня закончились два любимых тона на каждый день. Вот этот самый легкий от Chanel, линейка Le Beige, и сейчас его перевыпустили. И также BB крем от бренда Pupa. У меня в первом оттенке, но он не светлый. То есть, если я не буду пользоваться автозагаром, если мой летний загар сойдет, то, к сожалению, он не будет темноват. Учтите это. А так, мне нравилась и плотность покрытия, и увлажнение, и финиш, и то, как он носился в течение дня на нормальной, склонной к сухости коже. И если у вас есть какие-то рекомендации на холодное время года с легким покрытием, с сияющим финишем, пожалуйста, поделитесь внизу. Я сейчас уже готовлю ролики и с осенне-зимней косметичкой, чуть не сказала, с весенне-летней. Нужно уже переключаться и также об уходе будем с вами разговаривать. И что я еще хотела вам сказать. У меня был подарочный сертификат «Наш Дуглас». Его мне подарили мои подружки еще на день рождения, но как-то было совсем неактуально и не до этого. И у меня, в принципе, все было. Я думаю, сейчас как пропадет. В общем, взяла себе две очень дорогих новинки для меня от «Шанель». Это перезапущенный тон. Девочки, 20 мл. Я не понимаю, почему так мало и почему так дорого. Он плотнее, чем предыдущая версия. И я пока что с ним знакомлюсь. Вот осенью я обязательно поделюсь своими окончательными впечатлениями. Здесь еще такая кисточка в наборе. Она тоже видоизменилась. Но знаете что? Я прогадала с оттенком. Взяла себе B50, B20. Что-то я заговариваюсь. И он мне сейчас светловат. А B30 был уже слишком загорелым для меня. Поэтому такой ситуейшн. И вот этот кремовый бронзер у меня в оттенке 390. Он посветлее и как будто слегка сияющий. Он не такой рыжий, как классический. Который изначально был у них в продаже очень долго. Ну, такое. Мне кажется, что это прям супер дорого. И в качестве подарка мне, конечно, очень приятно. Но так, чтобы я пошла и потратилась. Не ради интереса, а ради вот чего-то такого уникального, неповторимого. Не знаю. Есть у меня определенные сомнения. Да. Давайте продолжим этот влог. Я уверена, что вам понравится. Поэтому оставайтесь со мной. Пока моя золотая подружка и крестная Захара сидела с детьми, я поехала к косметологу, которому я записалась задолго до этого. Но вышла не состыковка. Томак уехал. И она очень здорово меня выручила. Я решила сходить к новому специалисту. Это мой второй визит. Не потому, что предыдущий меня чем-то не устраивал, а потому, что я хотела попробовать Дермапен. Это раз. О процедуре я расскажу более подробно чуточку дальше. И также мне необходимо удалить сосудистую сеточку, которая, к сожалению, появилась у меня на лице в нескольких местах. Здесь у пани Изабеллы есть также диагностика кожи, которую я проходила в прошлый раз. Познакомьтесь. День добрый, пани Изабелла. Так. И я уже делала такую диагностику кожи, но еще раз вам покажу, как это выглядит. Уже для тех, у кого клаустрофобия. Потому что сюда нужно засунуть голову, поставить ее определенным образом, и делаются фотографии. При разном освещении и так далее. И сейчас посмотрим результаты моей диагностики кожи. Я была на первой консультации месяц назад и уже проходила такую диагностику кожи. Не пугайтесь. Это фотографии, на которых никто не выглядит хорошо. И при специальном освещении, которое видит гораздо больше, чем человеческий глаз. Здесь показано общее состояние кожи, поры, предрасположенность к каким-то изменениям, к пигментации, к появлению сосудистой сеточки. И можно вообще много чего интересного узнать и увидеть. Здесь, например, показано, насколько хорошо очищена моя кожа. Оказалось, что на носу я не слишком тщательно умываюсь, но изменила свой уход немного и все стало гораздо лучше. Также можно сравнивать свой результат ранее и сейчас для того, чтобы видеть, как реагирует ваша кожа. Здесь еще можно рассмотреть чувствительность. И вообще, если у вашего специалиста есть такой прибор, то советую попробовать или искать кого-то, у кого он есть. Да, я решила показать вам все вблизи и вообще, как это выглядит при таком освещении. И потом вместе с вами сравним результаты где-то через полгода. Мне нанесли анестезию на полчаса. Это не Эмла, это кое-что помощнее. Мне сказали, что без нее я не выдержу. И я поняла, что косметолог пани Изабелла была права. Дермапен – это аппарат для проведения фракционной мезотерапии. То есть на коже совершаются как бы микроконтролируемые проколы, но это не то же самое, что классическая биоревитализация, которую я делала ранее, где каждый прокол совершается отдельно. Их также меньше, они более заметны. И сам коктейль вводится чуть глубже в кожу. В случае дермапена на аппарат крепится одноразовый сменный картридж, в котором может быть от 12 до 48 иголочек из хирургической стали. Аппарат совершает около 2000 проколов в минуту. И глубина проникновения может быть разной. От 0,25 до 2,5 мм. Мне делали на глубину 0,9 мм. Такая процедура стимулирует выработку вашего собственного коллагена и эластина, все, что я люблю, которая проходит в ответ на вот эти контролируемые повреждения кожи. Можно использовать разные коктейли, гели с гиалуроновой кислотой и разнообразные ампульные препараты, как и в случае мезотерапии. Но мне показалось, что процедура при помощи дермапена менее травматична. Какие показания для этой процедуры? Это морщины разного вида, рубцы, постакне, после воспаления, тусклый цвет лица, пигментация, жирная, плотная кожа с расширенными порами, купероз, возрастные изменения вала лица. Также ее можно выполнять на коже головы от выпадения волос и на теле, от растяжек или целлюлита. Вот после дермапена еще нанесли масочку. Я потом вам покажусь, когда кожа чуть-чуть успокоится. Но вообще было не больно. Доброе утро, следующего дня. С вами синьора Помидора. Я, кстати, вчера была более красной, когда отпустила анестезия. Кожа так прям подпекала. Причем в области декольте я была такой сильно розовой. Не прям красной, но чуть более яркой, чем сегодня. Сейчас вижу, что по границам у меня нормальная кожа. Вот видите, вокруг губ. Такая бежевая. А дальше уже розовая. Есть какие-то участки на лице. На шее, на декольте. Которые и так у меня более чувствительные. А сейчас даже видны какие-то точечки вот здесь под глазом. В прошлом году, когда я очень сильно переживала из-за микки, у меня вылез дерматит под глазом. И даже когда я выхожу из-под душа, здесь у меня часто покраснение и склонность к проявлению сосудистой сеточки. Ее я буду убирать где-то в конце октября, может в ноябре. Все это будет контролировать мой косметолог. И я пошла к ней для того, чтобы именно проработать проблемные участки. У нее больше разных аппаратов. У нее также большой опыт. И когда я закончу курс и дермапена, и разберусь с сосудистой сеточкой вокруг носа, даже на крыльях носа, вот так, наверное. И под глазом я поделюсь с вами своим мнением, но это уже потом. Я никогда не хожу к косметологам, на маникюр, на какие-то процедуры. Хотя на процедуры я крайне редко хожу. Там к фитнес-тренеру, по бартеру или в качестве рекламы. Это мой личный выбор. Я сама искала специалистов. Я оплачиваю их работу. Я могу ускорить все, что я думаю. Поэтому через несколько месяцев, наверное, я сделаю такой небольшой апдейт. В целом, знаете, можно выходить на улицу и не шугать людей. Вчера я сходила в гости, у них были и друзья, и никто не сказал, что с тобой, почему ты так ужасно выглядишь. Вот на шее и на декольте, конечно, больше раздражения. Но, в принципе, у меня здесь такая чувствительная кожа. И даже если просто чуть-чуть ущипнуть или потереть, я еще какое-то время буду красной или розовой. Сейчас я иду, девочки, пылесосить. Девочки и мальчики, простите, какая-то такая не специальная дискриминация. Я знаю, что меня смотрят и молодые люди. Дома песочница. Вот так ходишь и под ногами прям ощущаешь песок. Потому что собака, собака не маленькая, плюс ее шерсть тоже везде. И у меня не то, чтобы прям генеральная уборка каждый день, но поддерживать чистоту приходится. Дети тоже постоянно бегают на террасу. И сейчас мы также иногда ездим на пляж. И когда приезжаешь, хочешь не хочешь, все это тянешь в дом. И когда в тапочках, то это как-то незаметно. А так, хочешь, понимаешь, блин, с этим надо что-то делать, аж само неприятно. Вот у Томака, знаете, мне кажется, какое-то уже такое психологическое что ли расстройство. И он не может лечь спать, если дома не убрано, если где-то что-то не на месте лежит. Я больше для того, чтобы было самой приятно и комфортно находиться в пространстве. И когда я вижу, например, что там унитазы грязные или раковина, я это помою, а не чисто, вы знаете, каждую пылинку сдувать. У него свои заморочки, пусть сам этим занимается. Я ему сказала, что от меня ты не дождешься, чтобы я там каждый день на четвереньках лазила и полировала этот дом. Да, дома должно быть чисто, но без перегибов, без переборов. У каждого свои заморочки, у меня свои, говорю, я на тебя свои не перекладываю. Поэтому, хочешь драть, пожалуйста, я буду делать вот так, чтобы было комфортно, нормально, опрятно и более-менее чисто. А генеральная уборка, она для того и генеральная, чтобы уже прям все хорошо отмыть, убраться и так далее. А это такая ежедневная рутина, я бы сказала, куда-то моя камера убежала, мне кажется. Вообще не боится. Мика у нас удирала на другой этаж. Юки. Я просто в недоумении. Мы же вроде не свиньи. Неделю назад у нас была генуборка. Каждый день мы пылесосим и моем полы на первом этаже и в прихожей. Я покупала Мику два дня тому назад и вычесала ее. И все равно, ну вот как такое возможно, может потому, что мы постоянно тоже проветриваем дом. Но это кошмар. И это плюс-минус за полчаса уборки. Кстати, помимо Дайсона мне еще очень нравился такой беспроводной пылесос. Не моющий, а когда-то вам показывала стильнючий серый, я подарила его маме. Поэтому дома у нас вот этот моющий и еще один робот-пылесос у Томака в офисе. А еще знаете что? Несколько раз за эту неделю я включала и робот-пылесос. Я не знаю. У меня нет никакого рационального объяснения, откуда столько грязи дома. Ю, ты не знаешь, кто приносит столько грязи домой? Ну все мы правильно, да. И лапы мы и моем. Я не знаю, как это. Сегодня такой теплый день, что мы после обеда приехали на пляж. Почему мне ни разу не смешно? Я в стрессе, в кошмаре и в ужасе, потому что мы находимся в байдарке посреди озера. Сами, без папы. О май гад. Если что, это был мой последний влог. Мальчики раньше ходили в байдарке. В рамках этого лагеря летнего. И не только байдарке, там всякое разное было. Но что-то мне от этого не легче. Захар, не шатай лодку. Не шатай лодку. Привью. Не шевелись. Не дыши. Может, нас как-то примьет в берег. Я ничего не вижу, кстати, что я там снимаю. О, Захар! Вы знаете, как шатает. Шатает так, что я сейчас просто расплачусь. Кое-кто свистнул мой сыр. Игнат, посмотри, какой у тебя большой шашлык. Мы решили сегодня так по-быстрому поужинать на берегу озера. Рядом с нашим домом я вам так много о нем рассказывала. Но немного здесь снимала. За окном швырует сильный дождь, поэтому вечером мы сидим дома. Будем смотреть мультик. Пу-пу! Юки тоже присутствуют. Издевалась над ковром, но, видимо, устала. Я в очках томока, потому что издалека ни черта не вижу. А за своими не хочу идти в машину и намокнуть. Они мне, по-моему, не очень идут. Сегодня у нас воскресенье. Очень часто в один из выходных дней я не готовлю обед. Мы просто куда-то ездим. То в ресторан, то в кафе, то в забегаловку, то в фудкорт. В зависимости от того, чего нам хочется. И не изменяя такой небольшой традиции, мы сегодня тоже едем в одно очень классное место, в котором я была лет 5 тому назад, а может даже 6. Беру с собой камеру, поснимаю. Я не помню точное название, состоящее из двух слов. Но в любом случае там очень прикольно. Я еще беру с собой Юки. Нет смысла оставлять ее дома, если ей тоже есть где побегать. Дети сейчас пошли вывезти ее, чтобы она там пописала. И мы спокойно доехали, потому что ехать на минут 40. Нам еще нужно по пути забрать Лилиангу. Это моя подруга. Мы то не видимся с подружками месяцами, то вот так в течение недели очень много раз встречаемся. Принцесса будет здесь. Потом Лилька пересядет за руль, а я поеду с ней на пассажирском сидении. Давай, обсюньте мне всю машину. Ну а что делать? Ресторан называется Кутерпорт. В местности Незнановица. Такая очередь. Нет свободных столиков. Лилька ждет, а я тут с собакой и с малыми. Гуляем по территории. Здесь в озере плавает очень много рыб. И они супер большие. Юки даже не видят. Да нет там сума, Захар, ты что? Карп, не знаю, как это по-русски называется. Что вы такие дикие? Не-не-не, я стараюсь сделать все возможное, чтобы Юки их не заметила. Она попила воды. Не хватало еще, чтобы она начала тут ловить рыбу. Йо-йо. Хорошо. Смотрите, я не выплывала. Прям очень близко к берегу. Вот в этом Юки и Мика, конечно, очень похожи. Потому что, чтобы они что-то заметили. Здесь, как и в прошлый раз, вот мы были много семей с детьми. Говорят, что можно купаться. Наверное, не конкретно здесь. Нужно спросить у Юлилики, возможно, с другой стороны там... Сейчас, хорошо, сейчас будем искать билеты на футболку. Возможно, с другой стороны там пляжи, где купаются люди. Но как-то с такими огромными рыбами я даже не знаю. Это, наверное, не очень приятно. Я вот боюсь такого всякого холодного, скользкого. Кстати, Захар даже в озере, в котором мы были вчера, поймал рыбу. Такую большую, девочки? Не-не-не, какую ты вчера поймал? Вот такую руками поймал в крыспины. Представляете? Захар, вперед, давай на обед. Лови ее. Я шучу. Мы отпустили, кстати. Там народ празднует то ли Кристины, то ли что-то еще такое. Здесь банкетный зал. И вроде как всем все нравится. Нужно задуматься над тем, чтобы, если будет вкусно, то отпраздновалось здесь, например, первое причастие Игната. Живые цветы. И вообще вся территория настолько ухожена. Прям вау. Мой лучок на сегодня. Костюм из зимней распродажи манго. Или из ауклета, я даже не помню. И сумка, и чендем. Мы наконец-то дождались наш столик. Пока ждем свой заказ, покажу вам немножечко территории. Мы когда-то были здесь. Вот вспомнила, было еще очень холодно. И не успели даже рассмотреть, что к чему. И здесь большая детская площадка. То есть дети тоже чем-то могут заняться. Со второй стороны, типа как бар. Можно присесть на берегу озера. И здесь разводят рыбу. Вот со второй стороны вы можете наблюдать домики. Там вдалеке, видите. Их можно арендовать. И также можно ловить рыбу. Но только в специально отведенных местах. И вокруг озера можно гулять. Здесь тоже так свежо. Рядом с водой. И очень много посетителей в воскресенье. Поэтому имейте в виду, что придется немножко подождать. Юкс уже намочила лапы. Столько раз, сколько хотелось. Выпила пол озера. Теперь дала ей вот мясо. Пусть сидит, грызет. Точнее лежит. Мы тоже спокойно пообедаем. Мы здесь с Лиликой решили заказать рыбные блюда. Это савича. А это рыбный суп. А у меня форель. Только знаете, что перепутали картошку. Поэтому я жду еще пюре. И салат из капусты квашеной. А это чесночное масло. Детям, наверное, сейчас тоже принесут. Короче, мы, как всегда. Захар шлепнулся в воду. Полностью искупался в одежде. Юки тоже решила охладиться. Прекрасно. Ну, хорошо хоть тепло. Более-менее. На этом я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, что вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. А, обещала вам рассказать, где же Томек. Томек сейчас отдыхает. У них такая мужская поездка на мотоциклах. Они отправились на 4 дня в Хорватию, Боснию и еще куда-то. Я как-то упустила этот момент. Но мы каждый день созваниваемся. Я ему не наяриваю. Пускай человек себе отрывается. У него новая игрушка. И почему я была так против мотоцикла? Почему я такая ужасная жена, которая еще отпустила. Между прочим, второй раз за это лето мужа в Хорватию. Да, то есть он второй раз без меня поехал на мотоцикле с друзьями. Почему я не была под таким впечатлением и у меня не было воодушевления в связи с покупкой мотоцикла? Потому что когда они были, ну не то чтобы подростками, ну так около 20 лет, они с его другом Марчином объездили всю Европу на мотоцикле. И так как они гоняли, это, конечно, совсем небезопасно. И слушая все его рассказы, я видела, что у него даже глаза горят. И мне казалось, что он будет повторять то же самое, что это будет безответственная езда. Все-таки у нас дети. Одно дело то, что он сам будет делать со своей жизнью и с судьбой. А совсем другое дело дети. Мне кажется, что всегда нужно как-то более осознанно и более взвешенно подходить к каждому своему действию, когда на тебя такая огромная ответственность, причем жизненная ответственность, как дети. Они же не сами появились в твоей жизни. Ты принял решение, что ты готов взять на себя ответственность за новую жизнь. Мне это всегда нужно учитывать. Но за эти 20 с чем-то лет, когда вот они катались и сейчас, Томик созрел, и я вижу, что он действительно ездит осторожно. Ну и, конечно, финансовая составляющая. Сейчас такое непонятное время, и неизвестность будущего меня лично, наверное, больше пугает, чем его. Он всегда настраивается более позитивно. И когда мы покупали дом, и когда даже я сама покупала свою машину, на которой у меня были деньги, я больше времени это все обдумываю. Мне всегда нужна какая-то финансовая подушка. А он так, а, живем один раз. И вообще, если я завтра заболею, или если завтра что-то случится, я, во всяком случае, хотя бы сегодня поезжу на мотоцикле. У нас просто немножко разный подход к таким вещам. Ну, решил купить. Значит, может себе позволить. Плюс все вот эти гаджеты к мотоциклу. И обмундирование, и страховка. Ну, говорю, ладно. Только, пожалуйста, есть осторожно. Это то, о чем я тебя не просто прошу. Я тебя умоляю, потому что у нас с тобой дети. Но все-таки у меня где-то, знаете, есть переживания внутренние из-за таких дальних поездок. Но ограничивать второго человека ни в коем случае нельзя, потому что это всегда скажется негативно на отношениях. И если постоянно второго человека ограничивать, ему что-то запрещать, мне кажется, что это даже плохо влияет на того другого, кого подавляешь. И в плане доверия у меня вообще нет никаких вопросов. Ну, то есть, едет я там и трезвоню сто раз в день. А где ты? А с кем ты? А скинь фотографию. Хоть вот это меня не волнует. И я знаю, кто с ним поехал. Я знаю, что они тоже такие нормальные, адекватные ребята, не экстремалы. Да, они там иногда ездят то по каким-то болотам, то еще где-то. Он приезжает счастливый, как ребенок. И, конечно, для него это важно. Поэтому я принимаю вот такие поездки. И мы просто с ним согласовываем. И вы знаете, сегодня какой? Третий день, наверное, как я одна дома. Я люблю побыть одна. И я даже сама как-то отдохнула. Несмотря на то, что я с детьми, и все домашние хлопоты на мне. Правда, мне так как-то кайфово. Я сама себе хозяйка. Надолго я так не согласна или навсегда, чтобы вообще разъехаться. Это суперсложно. И я даже поражаюсь, вот как женщины сами справляются не с двумя, а с тремя детьми. Еще когда большой дом на тебе. Это так сложно. Я бы, наверное, не смогла так. Ну, все зависит от обстоятельств. Ну, вот такая небольшая передышка, когда и он в кайф проводит время. И мне тоже здорово с детьми, с подружками. Плюс такая погода хорошая была. Мы развеялись, что-то вкусное поели. И плюс я полностью сама провела время с детьми. Не так, что мы там вчетвером. А я вообще очень много разговаривала с мальчиками. Мы так пели только что в машине, когда ехали домой. Включали песни Монатика. Они выучили их. И так громко, что аж Юки смотрела с тыкими глазами. Вы что, вообще с ума подсходили? Иногда мне кажется, что каждому родителю полезно одному побыть с детьми. Ну, и, конечно, вместе проводить время тоже необходимо. На этом, да, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Мы встречаемся, наверное, на следующей неделе. А, хотя ко мне приезжает мама снова с тетей и с двоюродной сестрой на несколько дней. Но все равно я надеюсь, что я не буду пропадать. Потому что влоги в последнее время приносят мне такое удовольствие и такое впечатление, что я опять вернулась в то время, там, 7-8 лет тому назад, когда только начинала снимать, как будто обнулилась. И мне нравятся эти ощущения. Все, пока-пока. Продолжение следует...